Новые главы районных администраций Одесской области приступили к своим обязанностям. Одесская милиция будет ликвидирована уже 7 ноября, а в Одессе остановлен процесс усыновления. А теперь об этих и других событиях более подробно. В эфире 7 новости пришло время вам узнать обо всем, чем жил наш город сегодня, в понедельник, 14 сентября. В студии Максим Малынов. Здравствуйте. С булавой и караваем. В Белгороде-Днестровском приступил к своим обязанностям новый глава районной государственной администрации. Михаил Титарчук, в числе еще 25 глав районов области, прошел конкурсный отбор, в котором участвовали порядка 7 тысяч кандидатов. Почему молодой юрист отказался от работы в Конго и какие перемены ждут Белгород-Днестровский район? Обо всем по порядку. В сюжете Наталья Костенко. Так вступил в должность новый глава Белгород-Днестровской районной администрации Михаил Титарчук. После официального момента – знакомство с коллективом и традиционное приветствие. Мы, случайно, как первенец района. Оскільки вы пришли до нас не на случайную посаду, а на посаду ученика Белгород-Днестровского района вам историчный, символичный дар – глава. Новый глава родом из Чернигово. Совсем недавно 31-летний юрист руководил многотысячным коллективом на стройке завода по производству медных изделий в Конго. Но личная трагедия заставила его принять решение о возврате в Украину. Мой старший брат погиб в зоне АТО, аэропорт Донецкий. И я тоже планировал воевать. Но так сложилось, что в семье сказали, что надо в другом направлении участвовать. То есть наше изменение есть в стране, где я могу применить свой опыт и знания. В первую очередь Михаил Титарчук уделит внимание борьбе с коррупцией, сельскому хозяйству и восстановлению инфраструктуры района. Обещает улучшить состояние дорог. Это, по его мнению, поможет развивать туризм. Надеется на инициативность и помощь со стороны нынешнего аппарата райадминистрации. Но кадровые решения будут. На сегодняшнем этапе я мало кого знаю. Будем разбираться по каждому человеку, насколько он эффективен, насколько он конструктивен, готов к новым изменениям. По реорганизации однозначно, потому что это происходит в глобальном плаве на уровне Одесской области. А там будет видно. Среди прочих этапов конкурса новые главы районных администраций прошли израильский тест на коррупцию, тест на уровень интеллекта и собеседование с главой области Михаилом Саакашвили. Михаил Титарчук планирует перебраться в Белгород-Днестровский на постоянное место жительства, а со временем перевезти сюда и семью, которая пока находится в Киеве. Наталья Костенко, Сергей Чумаков, 7 канал. Глава Одесского областного совета отдал годичную зарплату в военный госпиталь. Более 54 тысяч гривен Михаил Шмушкович пожертвовал на лечение украинских военных. Такие цифры озвучил сам председатель облсовета во время отчета о проделанной работе в этой должности. Михаил Шмушкович отметил, что благотворительность была одной из главных его задач. Второе обязательство, которое он взял на себя, это открытость ко всем депутатским группам и фракциям. Мы стараемся работать вне зависимости от того, какой политической принадлежности они составляют. Единственное, что мы негласно договорились, что политические проекты решения мы не выносим, а поддерживаем проекты решения, которые касаются жизнедеятельности Одесской области и ее людей. Ну а критиковать себя за что-либо Михаил Шмушкович не стал, но при этом поделился планами. Говорит, что в скором времени будет запущена программа энергомониторинга. Ее подготовку планируют завершить в ближайшие недели. Главный смысл такой, чтобы не в ручном режиме определять, какие объекты, собственно говоря, нужно в первую очередь отремонтировать, а чтобы действительно с цифрами показать, что, допустим, если мы поменяем систему отопления в этом детском садике или в школе, это нам даст такую-то экономию, которую в следующем году уже можно будет потратить на другие объекты. Кроме этого, Михаил Шмушкович пообещал, что в этом году начнется ремонт на дорогах Одесса-Балта и Балта-Кодема. Затемленная Дерибасовская и грохот барабанов. В воскресенье по Одессе прошел марш, организованный в поддержку политзаключенных. Хотя само шествие прошло относительно спокойно, но не обошлось и без инцидентов. Подробности далее. Больше двух сотен людей с фаерами, скандированием речевок и барабанами идут по центру Одессы, через Дерибасовскую и Решильевскую по направлению к парку Шевченко. Марш организаторы назвали в поддержку политзаключенных. Во время марша порядок обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей. Они заранее перекрывают улицы, а также сопровождают колонну. Когда активисты дошли до парка Шевченко, начался митинг. Говорят, изначально шествие планировали сделать в поддержку Медведька и Полищука, активистов, подозреваемых в убийстве Олеся Бузины. После других задержаний, в том числе и на прошлой неделе в Одессе, список решили расширить. Митинг заканчивался, правоохранители вывели из толпы пару прохожих во избежание провокации. Когда один из активистов попробовал ударить одного из выводимых милицией, попытались задержать и его. Пока разбирались, один из активистов самообороны Одессы, держа в руке газовый баллончик, подошел и распылил газ. Досталось и милиции, и участникам марша. На месте виновного определить не смогли. По информации пресс-службы обл. ОВД решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований. И в продолжение темы. В ближайшее время политических противостояний в Одессе не будет, считает конфликтолог Инна Терещенко. По ее словам, конфликт сторонников и противников Евромайдана стал более умеренным. Сейчас люди хотят спокойствия. Они стараются сохранить стабильность, несмотря на то, что в городе случаются взрывы и происходят радикальные марши. Несмотря на напряжение, которое вызвало, как бы, в городе, который ориентирован был все-таки на толерантность, и правые идеи, они не всегда, или радикальные правые идеи, не находят такого широкой поддержки в городе. Несмотря на это, мне кажется, что нет основания беспокоиться, волноваться и говорить, что у нас сейчас будет ситуация активизироваться. Также Инна Терещенко отметила, что одесситы чувствуют себя в безопасности, так как уровень доверия к новой полиции довольно высокий. Одесса обещает представить нового главного прокурора области. По неофициальным данным, которые подтверждают источник в генпрокуратуре, им станет Давид Сакварелидзе, который сейчас занимает пост заместителя генпрокурора Украины. Он станет уже шестым прокурором Одесской области со времен Майдана и сменит на этой должности Романа Говду. Предварительно известно, что грузинский правоохранитель будет совмещать эти должности одновременно. Сакварелидзе работал в команде Михаила Саакашвили в период его президентства в Грузии. Он известен как один из успешных реформаторов в сфере правопорядка в Грузии. С февраля нынешнего года стал гражданином Украины и получил должность заместителя генерального прокурора. Милиция будет ликвидирована полностью уже в ноябре. Ее функции будет выполнять новая полиция. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Распустить милиционеров планируют уже 7 ноября. Но в то же время Аваков отметил, что процесс реформирования милиции только начинается. И завершить его к концу года, скорее всего, не успеют. При отборе в новую полицию будет учитываться в том числе моральное качество. Лучшие сотрудники останутся работать. Остальные же будут уволены. Процесс остановлен. В службе по делам детей Одесской области несколько дней уже не подписывают документы. Из-за этого люди, желающие усыновить ребенка, не могут получить судьбоносное направление. Сейчас в очереди неразбериха и закрытые двери. Все из-за того, что там работает ликвидационная комиссия, а старое руководство попросту ушло. Одну маленькую девочку она мечтает увидеть с весны. Оформили с мужем все документы и справки. Но на их пути встала реорганизация в службе по делам детей. Наталья из Киева. Ребенка нашла на сайте «Сиротства нет». Решила усыновить. Позвонила по указанным телефонам, конкретных ответов не давали. Зато запугивали. То у малышки ВИЧ, то ее забирают другие люди. Потом оказалось все совсем по-другому. Узнали достоверно, что ребеночек не имеет ВИЧ, что ребеночек не является, ну не имеет кандидатов, что он свободен абсолютно, что он как бы и документ имеет статус на усыновление, имеет право полностью. Я имею право на него, он имеет право на меня, как на родителя. Вот. Но все актические службы отказываются нам дать возможность встретиться. Теперь Наталья в буквальном смысле поселилась на втором этаже здания на канатной 83. Выбивает направление на усыновление. Ей помогает активист Алина Терновенко. Когда мы сюда приехали, стояло очень много людей. И это можно проверить, потому что они приходят каждый день те усыновители. Их просто отправляют. Их отправляют на ноябрь, на октябрь, под другими предлогами. Но если уже усыновитель открылась сердце свое, открылась свою жизнь для ребенка, который ждет ее в закладе, не оказать никакого содействия, чтобы пришлось вот так телевидение, звонить на урядовую линию. Направления не выдаются с 3 сентября, когда уволился прежний директор службы. За это время отсюда ушли ни с чем десятки потенциальных усыновителей. Почему на протяжении сегодня уже 10 дней ни один из потенциальных усыновителей, 10 дней не решался вопрос с регистрацией подписи, с ликвидационной комиссией и так далее. Пока мы сейчас не пришли сюда и конкретно не начали оказывать какое-то давление. Как ушла Ирина Витальевна, усыновление не работает. Потому что есть какие-то процедуры, правильно? В службе говорят, все из-за реорганизации. Работает ликвидационная комиссия. И грядут реформы. Для выдачи документов главе этой самой комиссии по закону надо получить право подписи. Говорят, это должно произойти чуть ли не сегодня. Все упирается в это право подписи. Мы надеемся, что до конца сегодняшнего рабочего дня этот вопрос решится. Если нет, то завтра. Другого срока, как бы вот такого дальнейшего, его просто нет. Наталья в Киев не уедет, пока не получит судьбоносный документ. Как только это свершится, она отправится в один из районов Одесской области. Там впервые увидит ребенка и установит с ним контакт. Мы звонили туда, там просто ждут. Ну, едьте, уже едьте. Ну, я же не могу ехать, я не имею юридического права. Дома Натальи очень ждут муж и двое сыновей. Новому члену семьи готовы дарить то, чего у него никогда раньше не было – настоящую семейную любовь. Анастасия Симонова, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Сегодня наличие в школах охраны или, как минимум, кнопки вызова группы экстренного реагирования – это острая необходимость. Это наглядно иллюстрирует статистика. По Одесской области только с начала года было зарегистрировано 20 школьных драк и 21 кража. Вопрос обеспечения безопасности образовательного процесса в нашем регионе обсудили сегодня в ходе пресс-конференции с представителем службы госохраны. Там, где мы присутствуем в тех учебных заведениях, там вообще нету, практически нету такого понятия, как преступность в этих стенах. Это как бы не похвальба, а просто чисто психологически наличие представителя закона в учебном заведении, просто на входе, даже живого, уже в 10 раз потенциальный хулиган или преступник подумает, а надо ли мне нарушать правопорядок именно в этом учебном заведении. На сегодня в Одессе и области насчитывается около 3000 дошкольных и образовательных учреждений, от детских садиков до вузов. Учатся в них около 600 тысяч воспитанников. Позаботились об их безопасности лишь четверть руководителей учебных заведений. Например, в Одессе всего в четырех школах постоянно находятся бойцы госохраны. В рамках правительственной программы учреждения образования Одесской области могут по социальным ценам подключиться к системе охраны ГСО. Спектр, который мы предлагаем, в общем-то он достаточно широк. Это от технической охраны, даже самая банальная кнопка срочного вызова, до физической охраны, когда мы можем, ну, образно говоря, возле каждой двери поставить живого сотрудника милиции. Говорят, что готовы обеспечить цены в три раза дешевле частных охранных фирм. А вот основная цель – охватить максимальное количество учреждений образования системами безопасности. Возмущенные бездействия местных властей, жители комплекса «Радужный» и «Червоный» хутор пикетировали Одесскую областную администрацию. Люди просят провести законные общественные слушания по генеральному плану поселка Таирова и вернуть людям социальные объекты и землю. По их мнению, имени закона завладел концерн «Одесса Агрогаз». На митинги побывала и наша съемочная группа. Жители массива «Радужный» и «Червоный» хутор возмущены бездействием Таировского поселкового совета и Овидеопольской райадминистрации. Первые просят провести законные общественные слушания по генеральному плану поселка Таирова. С недобросовестным застройщиком они борются три года. На территории комплекса нет ни парков, ни скверов. Вторые же утверждают, концерн «Одесса Агрогаз» незаконно завладел сотнями гектаров земли. На этой территории расположены несколько важных социальных объектов – детский сад, источник с артезианской водой, дом культуры и котельная. Клуб отдали «Одесса Агрогаз». Как эти помещения? Сладкие помещения превратили в дома. Сад хотят у нас наш, в котором мы вырастали. И сейчас дети в нем бегают, играют в баскетбол. Хотят тоже убрать, уже ставят забор. Ну, в общем, коровник, все разобрали. Жители говорят, владелец «Одесса Агрогаз» в сговоре с Таировским поселковым советом и Авидеопольской райадминистрации. По их словам, чиновники разработали схему передачи земли сельхозназначения концерну, создав искусственные долги ДСП «Червоный хутор». Теперь на месте того же Дома культуры возвышаются здания, где находится фитнес-клуб, боулинг и другие развлекательные комплексы. Обанкротили «Червоный хутор», забрали все, все майно у людей, землю. Сейчас люди добиваются. Мы боремся, чтобы вернули все у «Червоного хутора», то, что принадлежит ему, все земли и все бои, которые должны принадлежать народу, громаде. Представители «Одесса Агрогаз» уверяют обратное. По их словам, земля законно принадлежит концерну, который потратил несколько миллионов гривен на благоустройство «Червоного хутора». Обвинение по поводу того, что концерн украл или присвоил объекты недвижимого имущества, которые принадлежали учхозу «Червоный хутор», это тоже не совпадает с действительностью, потому что в 2002 году состоялся суд и ухвалой хозяйственного суда Одесской области. Данные объекты были переданы на законных основаниях концерну. Жители «Радужного и Червоного хутора» намерены до последнего бороться за право быть услышанными. Ирина Стрябко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Туристический сезон закончился, началась подготовка к следующему. Представители турбизнеса, общественности и областной администрации объявили о создании Ассоциации развития туризма Одесского региона. Главная задача – объединить всех представителей данной отрасли, увеличить поток гостей области и качественно улучшить сферу обслуживания. Информацию о нашем регионе, а также все новости о развитии туризма можно будет найти на специальных интернет-ресурсах. Мы разрабатываем два интернет-ресурса. Это туристический портал, на котором турист может не только получить исчерпывающую информацию о регионе, но также сразу забукировать отели, посмотреть рестораны, забукировать санатории, экскурсии, все объекты туристические по региону. Также второй ресурс – это сайт Convention Bureau для развития делового туризма области. А вот аэропорт Одесса готовит к запуску новый терминал. Уже в следующем году наш город сможет принимать до 3 миллионов туристов. В планах увеличить поток до 10 миллионов, так как есть спрос на отдых и развитие бизнеса в нашем регионе. По августу месяцу 33% пассажиропотока у нас вырос по сравнению с прошлым годом. Это фантастика на самом деле. Я, если честно, не рассчитывал на такие большие цифры, но слава Богу, что это получилось. Ассоциация развития туризма Одесского региона приглашает всех представителей этой отрасли к сотрудничеству, чтобы туристический сезон в Одесской области длился круглый год. Бег – самый популярный и доступный вид спорта. На этот раз красоту легкой атлетики показывала прекрасная половина человечества. Первые международные женские бега стартовали в Одессе. В мероприятии приняла участие и заместитель главы Одесской области Мария Гайдар. «Как это было?» расскажет Яна Алиматова. Три, два, один! По Приморскому, от Дюка, по центральным улицам и в парк Шевченко. Так стартовал первый международный женский забег. Участие в нем принимали более 250 представительниц прекрасной половины человечества. Соревнования разделили на две категории – 5 и 10 километров. Преодолеть их нужно было за 60 и 90 минут. Ну а звание победительницы здесь условно. Все, кто осилил дистанции за отведенное время, получили медали. Принимали участие девушки с разным уровнем подготовки. Я очень люблю бег, я веду здоровый образ жизни. И я решила просто получить удовольствие, пробежав по нашему красивому городу. Я каждое утро просто пробегала по 3-4 километра, делала свою зарядку. И я надеюсь, что я буду бежать с такими же девочками, как я, безбашенными, которые готовы рваться, стремиться к победе. Ну, во всяком случае, главное – участие. Все, кто пробежал дистанцию, говорят, пришли они сюда не за победы, а для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Бежать было несложно. Немножко не хватило готовности. Ну и была небольшая травма, где я не смогла бегать в нужной скорости. Поэтому пробежала сегодня. Ну, недостаточно для себя хорошие результаты. Для себя, в общем, неплохо довольная. Я просто рада, что это новое, что в Одессе проводят такие соревнования, и чаще бы их проводили. Просто великолепный праздник. Поддержала мнение участницы Мария Гайдар. Она тоже участвовала в забеге. Пробежала 10 километров. Я считаю, что бег – это очень здорово. Все могут бегать. Не важно, с какой скоростью важно добежать. Мне кажется, сбег – это прекрасный демократический вид спорта, удачно подходит для Одессы. У меня задача была пробежать. Я пробежала, ни разу не остановилась. И под конец, как хотела, ускорилась и составила все силы. Спортивных побед и достижений желают всем одесситам. Яна Алиматова, Дмитрий Бондаренко и весь седьмой канал. Птицы воды со всей Украины показали декоративных и домашних пернатых. На ярмарке в Одесском парке продавали голубей, демонстрировали кроликов и других пернатых и животных. Сколько стоит пара птиц и как далеко могут улететь почтовые голуби, расскажет наш корреспондент Ольга Голодова. Здесь поют, кричат, дерутся и просто спят в клетках птицы. Домашние, декоративные, маленькие и крупные. В других клетках сидят кролики, шиншиллы, хомяки. Они тут за компанию. Все это всеукраинская выставка птиц. Она проходит в Одессе дважды в год. На этот раз в парке на улице Мельницкой. Сюда приехали птицеводы со всей Украины. Из Винницы, Житомира, Белой Церкви, Умани и даже из Крыма. Кто-то, чтобы похвастаться приплодом голубей. Кто-то, чтобы заработать денег. А кто-то просто для души. Вот эти вот у меня для декорации голуби. Покажи. Они у меня во дворе ходят. Я имя любую. Никто не зайдешь. Дети, особенно у меня. Внуки, внучки. Они от них, они уже знают ее по имени. Это Ваня, это Петя, это Маша, это Тоня. Анатолий Ефимович приехал на выставку голубей из Измаила. Декоративных птиц он разводит с самого детства. Занимается селекционной работой. Выводит разные породы. Нравятся мне голуби. Нравится за их красоту, за их преданность. Потому что вот голубь, посмотрите, он выбирает свою голубочку. И может с ней жить всю свою голубиную жизнь. Голубинная жизнь длится где-то 10-12 лет. Целуется, любит друг друга, уважает. То есть, и мне это очень нравится. Сложнее всего, говорит Анатолий Ефимович, ухаживать за маленькими птенцами. Они часто болеют и им нужен тщательный уход. К сожалению, бывают и потери. Некоторые птицы погибают. Кроме декоративных, тут есть и летные почтовые голуби. Они могут преодолеть расстояние до полутора тысяч километров. Нам рассказывали историю о том, как голубь пролетел целых 15 тысяч. Цена этих красавцев колеблется от 50 гривен до 5 тысяч. И даже выше. Но покупать не обязательно. Люди рассматривали птиц, гладили пушистых кроликов и просто хорошо проводили время. Хотим ребенку показать птиц. Птиц хотим показать, да, София? Да. Какие тебе птички нравятся? Вот, нам нравится сыч. Сова. Сыч. Да. С ребенком прогуляться и показать птичек. Она очень любит птичек. До сегодняшней выставки мы только курочек и попугайчиков видели. Сегодня большое разнообразие. Нравятся все. И кролики, и пушистые птички, шиншилы. Да? Все нравится? Микрофон. Нравится кролик? Да. А чем они вам нравятся? Они хорошая порода и они очень добрые. Следующая выставка будет уже в 2016 году. Участники ярмарки обещают снова приехать к нам и показать новый выводок пернатых. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Ну вот таким увидели этот день наши корреспонденты. Именно таким он войдет в историю. Я надеюсь, что начало рабочей недели для вас было удачным. Срочные новости в первую очередь появляются на наших интернет-ресурсах, на странице Седьмого канала, в Твиттере и в социальных сетях. Завтра о главных событиях в городе вам расскажет моя коллега Екатерина Поденежная. Берегите себя и Украину. Субтитры создавал DimaTorzok